Гербы влиятельных людей города Кафы. Надпись на латинском. Текст удалось перевести. Эта плита украшала или фонтан, или водопровод на территории современной Феодосии. Артефакт нашли случайно во время работ по благоустройству на территории Шигонского района. Историческую находку хотели забрать себе музеи Крыма и Москвы, но объект решили оставить в Самаре. Конечно же мы не могли согласиться передать этот объект куда-то в другую территорию. Это полномочия нас, как государственные органы, отвечающих за сохранение исторического наследия. Вот таких артефактов, исторических объектов у нас еще не было. Исторический объект покрыт тайнами и загадками. После реставрации и исследования стало понятно. Это не вся плита, а только три пятых части. Где недостающие фрагменты, неизвестно. Интересна не только сама плита, но и то, как она появилась на территории Самарской области. По одной из версий, ее могли привезти просто в качестве сувенира с юга. Правда, сделать это было не так просто. Вес плиты более 300 килограммов. Чтобы доставить ее в музей, потребовалась помощь шести человек. Версий и догадок много. Теперь дело за историками и краеведами. Эту историю необходимо изучать. Мы, конечно, говорим всем, кто хочет, это можно копаться в архивах. Можно искать какие-то исторические линии. Да, это был граф Орлов или кто-то был еще. Может быть, мы и найдем ту самую ниточку, за которую можно будет потянуть и вот этот исторический клубок распутать. Принять участие в исследовании может любой желающий, как и увидеть новый экспонат. Генуэзская плита теперь находится в основной экспозиции музея Алабина. Мария Шпакова, Александр Дудко, Новости губернии. Мария Шпакова, Александр Дудко, Новости губернии.